слава иисусу у нас урок мы продолжаем изучение 1 коринфянам помолимся и сразу пойдем урок отец небесный благослови наше сегодняшнее изучение спасибо тебе господи за твое слово спасибо тебе за жажду который ты нам даешь боже мы жаждем тебя господь мы жаждем познавать тебя мы жаждем приближаться к тебе мы жаждем господь знать истину твое слово твое господь оно для нас как как пища но для нас как живая вода господь спасибо тебе за то что ты ты стал для нас источником этой духовной пищи и духовного питья господь ты тот камень из которого мы пьем господи ты тот хлеб живой который сходит с небес и дает жизнь миру господь спасибо тебе спасибо Господь за Слово, за Духа Святого, Которого Ты нам дал, чтобы Он нас наставлял, Учил Господи, объяснял, открывал нам Господь, Потому что без Духа Святого мы не способны, Господь, Понять Твое Слово, потому что оно богодухновенно, Оно наполнено Твоим Духом, Господь, Оно написано Твоим Духом, И оно может быть понимаемо только Духом Твоим. Благослови нас, Господь, Поведи нас сегодня в изучении, Господи, И каждый раз мы просим Тебя, Господь, Учи нас применять это Слово на практике, Господь, Чтобы оно проявляло себя в силе в нашей жизни, Господь, И чтобы Твое имя прославлялось в нашей жизни. Во имя Иисуса благодарим Тебя. Аминь. Четвертая глава. Мы сегодня начинаем. В прошлый раз дошли мы до конца третьей главы. И начинаем четвертую. И я думаю, что мы дойдем сегодня до седьмого стиха. Как бы вот по контексту, Более-менее завершенная такая часть. Но все равно контекст мы помним, Вспоминаем, о чем говорит апостол Павел чуть раньше. Ну, мы закончили вот как раз на том, Что он объясняет, Что не надо хвалиться человеками. С двадцать первого стиха третьей главы. Никто не хвались человеками, Ибо все ваше. Павел, или Аполлос, или Кифа, Или мир, или жизнь, или смерть, Или настоящее, или будущее. Все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. То есть он как раз говорит о том, Как правильно относиться, И в том числе и к служителям. Как относиться вообще к человекам, Пускай даже к людям с громкими именами, С знаменитыми, известными, Например, такими, как апостолы. Он говорит, не надо нами хвалиться. Не надо нами хвалиться. Не надо человеками хвалиться. Потому что мы ваши. Нас Бог поставил служить вам. Нас Бог дал церкви. Помните, мы вспоминали Эфесянам, Где Павел говорит, что Господь дал церкви Апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей. То есть церковь как бы имеет пастырей, учителей, И апостолов, и пророков. А не наоборот, не апостолы имеют церковь. То есть не апостолам и пророкам дал Господь церковь, А наоборот церкви он дал. Разница же. Видно, что в этом есть большая разница. То есть он объясняет. Очень скромную свою роль как служителя. Хотя мы почитаем апостола Павла величайшему за апостолов. И вот четвертая глава идет как продолжение. Опять же контекст говорится о служителях. И так каждый должен нас разуметь как служителей Христовых. И домостроителей тайн Божьих. А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываясь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Вот мы, может быть, на этом сегодня, даст Бог, завершим этот отрывок. То есть, контекст опять, он рассуждает о себе. И он дальше упоминает и Аполлосу. В шестом стихе он говорит, это приложил я к себе и Аполлосу. То есть, он в контексте имеет в виду себя и Аполлосу. Ну, и можно сюда включить и других служителей. И Киф он перед этим упоминает, да? И других служителей. Он говорит, и каждый должен нас разуметь именно так, как служителей Христа. И домостроителей Таин Божьих. То есть, вот вы смотрите на нас и восхищаетесь людьми, да? Он же говорит, никто не хвалит с человеками. То есть, такая тенденция есть в церкви, да? Что люди восхищаются лидерами. О, у нас такой харизматичный лидер. О, у нас такой одарованный пастырь. О, у нас такой проповедник. Там такие речи толкает, такие проповеди, да? То есть, восхищаются людьми. Павел говорит, не хвалитесь человеками. Вы должны понять, что мы служители Христа. Какие бы там ни вложил Господь таланты, дары, способности. Это все не наше, это от Него. Не надо нами восхищаться. Им восхищайтесь. То есть, когда мы смотрим, допустим, даже на одаренных служителей, там, на помазанных проповедников, пастырей, не надо восхищаться ими. Надо восхищаться Господом, который дал эти дары им. Который дал эти способности. Дал способность говорить. Дал способность молиться. Дал способность служить. восхищаться Господом. Господь, спасибо тебе за этого брата, спасибо тебе за этого служителя, за то, что ты вложил в его сердце любовь, за то, что ты вложил в него эти дары, допустим, слово учить, говорить, проповедовать, евангелизировать, разные дары. Но источник же Господь. Мы служители Христа, он говорит. Вот так вы должны нас разуметь. А мы, получается, смотрите, мы, дети Божьи, мы тоже со Христом связаны непосредственно. Я имею в виду любой христианин, да? Связаны непосредственно со Христом. Опять же, как он наш Господь. Он наш Господь, он наш Спаситель. Я смотрю на служителя, понимая, что он служитель Христа. И он поставлен служить мне. И восхищаться им я должен не им, по сути, восхищаться, а Господом. И дальше он говорит, что еще как мы должны разуметь их служителей, как домостроителей Таим Божьего. Икодоми по-гречески. То есть, те, кто участвуют в строительстве Царства Божьего, те, кто участвуют в строительстве Дома Божьего, Храма Божьего, Церкви. То есть, это, опять же, у каждого своя роль. Перед этим, помните, Павел говорил, что я положил основание, а другой смотри, как строит. То есть, у каждого строителя своя роль. Кто-то там ответственный за основание, за фундамент, кто-то ответственный за стены, кто-то делает столярные работы и так далее, отделочные работы. У каждого своя роль. И вот поэтому он дальше говорит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот тут особую роль, допустим, можно отвести апостолам и пророкам новозаветним. Апостолы и пророки, помните, в Ефесянам, в Ефесянам, сейчас во второй главе прочитаю 20, 21 и 22 стихи. С 20 по 22 он говорит там вообще о церкви из язычников и о церкви из евреев, что Христос нас сделал одно, одним целым. Уже нет разницы, уже нет барьера, нет стены между евреями и язычниками во Христе. И вот с 20 стиха он говорит, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея из самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господа, на котором и вы устрояетесь в жилище Божьего Духа». Мы, по-моему, как раз читали его в третьей главе, когда мы изучали третью главу, о том, что Павел приводит, что «вы Божье строение». И здесь он говорит, что «быв утверждены на основании апостолов и пророков». То есть у апостолов и пророков какая-то особая роль была, особое предназначение заложить фундамент. Именно заложить фундамент. И эта роль, она не может быть, там недопустимы какие-то погрешности. Например, даже вот если в строительстве, например, когда закладывают фундамент, очень много цемента используют, то есть бетон делает бетон, допустим, закладывают основание. Очень большое количество идет бетона, именно цемента. Представьте, бетон делает смесь, там цемент, песок, щебень, например, камни какие-то. И важны очень пропорции. Я сейчас точно не помню, например, для фундамента там одна часть цемента, три части песка. Я сейчас не помню, строители пусть меня простят. И там, допустим, одна часть цемента, три части песка и одна часть щебня. И попробуй, допустим, сэкономить на цементе. У тебя через год треснет фундамент. Сделаешь не в такой пропорции. Скажешь, давай я положу одну цемента, пять песка и два щебня. Разлетится, треснет, потрескается, рассыпется этот фундамент. Он не выдержит. Поэтому Павел здесь и говорит, что от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Поэтому вот вы можете наблюдать в посланиях апостола Павла, как он сильно отстаивает Евангелие. Потому что Евангелие – это основание. Это фундамент. То есть, если фундамент будет неправильный, там чуть-чуть допустил какие-то отклонения, да, чуть-чуть как бы неточности, всё, создание долго не удержится на этом фундаменте. Поэтому, помните, например, в Галатам он говорит, если кто проповедует иное Евангелие, анафем, помните? Он говорит, даже если ангел с неба будет проповедовать вам не то, что мы проповедовали, это будет анафема. Представляете? И он на себя несколько раз называет, я проповедник и защитник Евангелия. Апостол Павел говорит, я защитник Евангелия, то есть, я готов его отста. Вот как раз за это он говорит, я готов на кого угодно бросаться, драться, отстаивать Евангелие, чистоту Евангелия. В том же послании Галатам он говорит о Петре, помните, о конфликте с Петром. Он говорит, что когда Пётр пришёл в Антиохе, я лично противостал ему, это во второй главе Галатам, 11 стих, я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие идеи, так что даже Варнава был увлечён их лицемерием. Но тут Павел противостал ему, он говорит, вот послушайте, как он говорит, но и когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то есть, смотрите, то есть, уже он видит, что досыпали больше песка, чем цемента, то есть, разбавили немножко, добавили чего-то иудейского, да, всё, он говорит, это уже не истинная Евангелие, это уже не истинная Евангелие, вы уже искажаете Евангелие, вы поступаете не по истине евангельской, и поэтому он и называет себя защитником Евангелия. Вот это очень важный момент, по-гречески тут, чтобы каждый оказался верным, пистос, по-гречески пистос, то есть, верность вот как раз соблюсти вот этот рецепт, да, тебе сказали, вот такую-то часть цемента, вот такую-то часть песка, такую-то часть щебня, всё, смотри, не перепутай, кутузов, смотри, соблюди вот это, да, и не дай Бог, допустишь какие-то искажения, поэтому Павел это очень-очень тщательно к этому относится, и дальше он говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или другие люди, я и сам не сужу о себе, то есть, смотрите, он говорит, и мне не важно, что вы там, может, вы мне будете советовать добавить больше песка, меньше щебня, да, или, может, кто-то там какие-то советы будет давать, да, может, кто-то сказать, а вот, ну, ты же брат наш, иудей, давай чуть-чуть иудаизма добавим, давай чуть-чуть там закона добавим, говорит, нет, ребята, нет, мне не важно, что вы думаете, мне Бог открыл вот этот рецепт, вот эту пропорцию мне дал, да, вот это Евангелие он мне дал, все, я защищаю это Евангелие, говорит, я не допускаю, чтобы какую-то смесь туда добавить, чтобы что-то, какую-то примесь, там, иудаизма, законничества туда добавить, ни в коем случае, он говорит, для меня мало значит, кто что обо мне думает. Да, я вам, может быть, не понравлюсь из-за того, что я не иду на компромисс в этом Евангелии. Но, говорит, я даже сам о себе не сужу. Смотрите. Говорит, я сам о себе не сужу. Хотя я ничего за собой не знаю, но тем не оправдываюсь. То есть, да, я как бы, как я понимаю, я стараюсь все делать правильно. Но это не это мое оправдание. Судья же мне Господь, Он говорит. То есть, Он дал мне этот рецепт, Он определил мне, сказал, что я должен проповедовать. И все. Я не должен от этого отходить. Я не должен допускать какого-то искажения. Ну, тут, в принципе, можно еще и отнести это вообще к взаимоотношениям с Богом. Например, у нас нет права судить друг друга. В воскресенье мы немножко об этом говорили. У нас нет права менять друг друга. Да, у нас есть право иметь свои отношения с Богом. У нас есть право жить самим по истине евангельской и отвечать за то, как мы живем по истине евангельской. И помогать другим жить по истине евангельской. Но ни в коем случае у нас нет власти менять кого-то, да, под себя. То есть, и тут Павел говорит, мне, в принципе, без разницы, что вы обо мне думаете. То есть, я не собираюсь как бы угождать вам, да, я не собираюсь как бы вам идти на какие-то уступки или он говорит, мне не важно, как судят другие люди обо мне. Я не собираюсь как бы угождать, как-то играться с этим. Я перед Господом ответственный. Он говорит, судья же мне Господь. Все, у меня есть ответственность перед Богом. Конечно, например, Павел, кстати, очень был демократичный в плане там критики, да. Он, смотрите, даже вот вы в послании, в первом послании Коринфянам касается некоторых вопросов, когда его критикуют как апостола, да. Особенно во втором послании. Он говорит, не апостол ли я? Такой вопрос говорит, не апостол ли я? Не вы ли мое дело в Господе, да? То есть, он, и смотрите, он спокойно как бы относится к этой критике. Да, вы сомневаетесь, вы имеете право во мне усомниться, но смотрите, я вам приведу некоторые вещи, которые доказывают, что я избран Богом на это служение. И он приводит эти вещи, да. Приводит эти доказательства. То есть, он вполне нормально относится к критике, но есть, как бы, какая-то основа, да, есть вот вот этот рецепт или пропорции эти, да, на уступки он не пойдет в это. Вот он, вот это евангельское. В других вопросах он говорит, кто ест овощи, ешь овощи, да, кто соблюдает, не соблюдайте, кто не соблюдает, не соблюдайте. Сегодня мы можем это говорить, кто там за прививки, прививайтесь, кто против прививок, не прививайтесь. То есть, мы можем это применить сегодня тоже. То есть, в этом плане он тоже демократичный. То есть, какие вопросы не касаются Евангелия, он говорит, пожалуйста, в этом свобода. Вы можете выбирать, вы можете делать свой выбор на основании совести вашей, на основании вашего мышления и вашей совести. То есть, не надо идти против своей совести, не надо идти против собственных убеждений. в этом смысле. Но, когда речь доходит до Евангелия, компромиссов не может быть даже. Даже не может быть. Вообще не оговаривайся. Потому что, он говорит, судья мне, Господь, я ответственный перед Господом за все эти, за то, что я делаю, как домостроитель тайн Божьих. И потом, он говорит, посему и вы не судите никак прежде времени. Вот на самом деле, когда, особенно, когда, когда вопрос вот касается каких-то вещей, о которых конкретно не написано в Писании. Да, ну, опять же, в Римлянам 14 главе там Павел говорит о днях, праздновать, не праздновать, да, о пище, что есть, что не есть. Вот таких вопросов. То есть, не сказано конкретно, что в этот день надо именно так себя вести. Вот Рождество именно так надо отмечать, или Пасху надо именно так отмечать. Хочешь, отмечай, хочешь, не отмечай. Хочешь, хоть каждый день отмечай. И то, и другое, и Пасху, и Воскресенье, и Рождество. То есть, в этом плане вообще, говорит, не надо судить никого, кто соблюдает, и кто не соблюдает, кто за прививки, кто против прививки. В этом вообще не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке. То есть, если что-то, допустим, человек скрывает, да что-то там пытается, мотивация у него лукавая какая-то, он прикрывается, да, какими-то благородными какими-то объяснениями, оно вскроется. Оно, Господь это осветит, написано, придет Господь и осветит скрытое во мраке. И я думаю, что здесь не говорится о втором пришествии Христа. Христос прийти может в твою жизнь, да, или посетить тебя особым образом хоть сегодня, хоть завтра, хоть каждый день. И, например, с Павлом, ну, еще с Савлом это произошло, да, когда пришел к нему, явился ему Христос и я на самом деле осветил сокрытое во мраке, да, то есть, по сути, Христос, когда явился Савлу на пути в Дамаск, он ему показал, ты дорогой, ты слепой, ты просто не знаешь, куда ты идешь, тебе трудно идти против вражна, да, и вообще, что ты меня гонишь? Он говорит, ты кто? Он говорит, я Иисус, который, был муж. То есть, вот, он ходил во тьме, не знал, и вроде бы поступал, как бы по совести, да, он искренне поступал, он искренне гнал церковь, но Господь пришел и осветил скрытое во мраке, то есть, показал, да, раскрыл, раскрыл, как бы сущность, осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Я, наоборот, молюсь, и желаю, чтобы Господь посещал и просвещал то, что скрыто во мраке. Я и молюсь иногда, прошу Господь, если есть какая-то тьма, да, там, в каких-то, не знаю, уголках моего сознания, сердца, души, принеси туда свой свет. Я хочу, чтобы это вскрылось, я хочу, чтобы я увидел, я хочу, чтобы туда прошел, проник твой свет. я не хочу, чтобы оставалась какая-то мраке. И наоборот, когда свет туда приходит, мне хорошо, да, мне может какой-то момент, да, может, вскрывается, я узнаю что-то о себе, что меня шокирует, да, что там, вау, вот какая-то, ну, допустим, темная вещь там всплыла. Вау, Господь, ну, спасибо тебе за то, что ты вскрыл это. Спасибо тебе за то, что показал, какой-то мотив сердца может быть, да, неправильный. Да, мы можем, опять же, цели говорить, какая-то благородная цель, проповедь Евангелия, спасение душ, не знаю, там, большая церковь, например, а мотивация какая? Может, ты просто славы хочешь, может быть, денег хочешь, может быть, просто человеческого, там, почтения хочешь, да, или позиции какой-то хочешь, то есть мотивация. И вот, вот это всё хорошо, чем раньше оно вскроется, тем лучше. Вот даже до того, как начать что-то делать, хорошо бы попросить, Господь, принеси свой свет, пролей свой свет, чтобы я увидел, это правильные мотивы у меня в сердце. Правильные мотивы, это от тебя желание, если даже это от тебя желание, насколько оно, ну, в моём сердце, да, правильно я его понимаю, и правильно ли я себя веду, и правильно ли я себя оцениваю в этой ситуации. То есть, опять же, моя роль, скромная роль, Господь, если это даже от тебя, ты должен быть прославлен, не я, там, ищу свои, там, славы, какое-то уважение, почтение, позиции, тебе да будет слава. То есть, вот это, суть в том, что не судите прежде времени, да, нам очень часто, даже, ну, вот, в 99% случаев, мы не знаем точно мотивацию в сердце человека. Например, мы видим какой-то поступок, да, мы видим какой-то поступок, мы можем предполагать, почему человек это сделал, но на 100% мы никогда не знаем почему. поэтому не можем судить. Не можем судить. Даже вот Грешников, вот мы вспоминали, например, в воскресенье, там, эту женщину, которую взяли в любодеяние. Вот вопрос, почему она докатилась до такой жизни, почему ей приходилось там спать с какими-то мужиками, да, мы не знаем. Кто-то, ну, может быть, ну, опять же, кто-то скажет, ну, типа, какие-то сексуальные там, да, желания удовлетворять, похоти же. Не факт. Очень много женщин сегодня работают в этой сфере, да, не потому, что они там получают от этого удовольствие. Мне многих заставляют это делать, многих, ну, насильно, да, насильно вынуждают этим заниматься, но каким-то образом манипулируют ими, чтобы они этим занимались. Да, грех это, грех, конечно, никто же не оправдывает, но смотрите, мотивация, какая мотивация, и опять же, мы можем просто, а, это там грешник, а, это блудница, да, это там какой-то бандит, не знаю, вор, но ты не знаешь всего. И опять же, помните, брата мы слушали два, позапрошлое воскресенье, брат Евгений, не помните, свидетельствовал, да, очень сильное свидетельство, и вот там с 13 лет он взбунтовался там против родителей, да, там в 17 лет уже попал в тюрьму, и ему грозил срок 25 лет в тюрьму. 25 лет. И он уже, ну, собирался там, как бы покончить сам с собой, единственное, он говорит, что мне хотелось матери как-то передать, что я хочу извиниться перед ним. И именно там, в тюрьме, он склонил колени перед Христом и просто покаялся. То есть, а мотивация, в конце концов, помните, в чем выяснилось, из-за чего все это началось? Из-за того, что у него была злость на отца. Вот ему просто не хватало отцовской любви, отцовской заботы, внимания, и он был самый младший, да, и как бы любыми методами привлекал к себе внимание. И часто негативными именно какими-то поведениями, своим негативным поступками какими-то. То есть, он, наоборот, как бы кричал, обратите на меня внимание. И, ну, как-то отец, может быть, не понимал этого. И, в конце концов, ну, он дошел до такого ожесточения, да, что попал уже в такую ситуацию. Ну, я сейчас не буду пересказывать. То есть, опять же, кто могли его, куча людей могли его осуждать. Он того обманул, того кинул, того украл, да, там, многим сделал, причинил боль. и как бы есть справедливая причина его осуждать, да, казалось бы. Но именно Христос знает мотивы сердца, Христос знает причины, почему это с ним произошло. Именно Христос приходит туда, в эту ситуацию и исцеляет его, именно исцеляет его изнутри. Поэтому, вот это очень серьезный, братья и сестры, очень серьезный момент. Не судите никак прежде времени. Особенно ни в коем случае нельзя говорить этот человек конченый, этот человек безнадежный. Ему вообще уже ничего не поможет, его бесполезно там менять, его бесполезно призывать в покаяние, уже ничего ему не поможет. У меня было, может быть, немного случаев, ну, один-два могу вспомнить, когда вот я потом перед Богом я каялся, еще может быть это больше двадцати лет назад или около двадцати лет назад, когда, допустим, я смотрел на человека и давал ему один шанс, второй шанс, третий шанс, он все эти шансы проваливал. Уже пятый, десятый, не знаю, какой-то шанс я думал, я потом уставал и говорю, Господь, я не вижу никакой надежды, то есть, это человек пропащий. И потом, к моему удивлению, я видел, как Господь этого человека поднимает. Реально поднимает. То есть, ну, я же говорю, один брат, например, был, ну, с алкоголем, с алкоголем был, были проблемы, ну, дошел уже до того, что мог просто под забором упасть, там, обмочиться, там, знаете, вообще, вот, как животное уже. и вот, ну, сколько там, я не пытался его как-то поддерживать, помогать, как бы, я не видел, что это что-то меняет. И уже вот, когда я поставил крест, я, я признавался, я каялся перед Богом потом, когда я поставил крест на человеке, я через, через пару месяцев увижу это он, другого, совсем, совсем другое. И он рассказывает вам, у меня была встреча с Господом. То есть, то, что мы считаем, там, да, безнадежным, как бы, конченным, да, Господь так не считает. Вот поэтому, вот это, почему Христос говорит, не судите, да не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены. Это не наше дело, дорогие, не наше дело, осудить кого-то. Да, мы можем, например, ну, наша реакция может быть, сказать так, я не понимаю, да, этого поведения, например. Я, ну, как бы, я могу высказать брату, сестре, там, да, свое мнение, что это, ну, неправильно, я вот считаю, что тебе надо, там, покаяться, измениться. Но, я не могу заставить его это сделать. Это не значит, что я должен соглашаться, что это поведение правильно. Я не должен соглашаться, то есть, но это не должно быть осуждением человека. Я не должен судить человека. Понимаете? Поступок, да, поступок однозначный. Если это грех, это грех. Надо об этом, ну, надо называть вещи своими именами. Но не судить человека, и не выносить ему приговор, там, да, что он кончен и безнадежный. Вот это уже не наше дело точно. Доколь ли не придет Господь, который и осветит. Придет Господь, придет момент, когда вот вскроется, да, все, и мотивы в сердце вскроются, и что там было у него, то, что не видно было, оно обнаружится. И вот тогда каждому будет похвала от Бога. И вот в шестом стихе он говорит, что это, братья, приложил я к себе и Аполосу ради вас. То есть, вот, мы такие служители, мы домостроители тайн Божьих. И наша задача это просто быть верным Господу. От домостроителей требуется, чтобы мы были верны. Поэтому мы просто делаем то дело, которое Господь нам поручил. Не стараясь кому-то угодить, кому-то понравится. Нравится вам или не нравится, мне без разницы, как вы обо мне судите. Он говорит, мы будем делать то же самое, мы будем продолжать это делать. Но я это приложил к себе и Аполосу ради вас. Ради вас. Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано. Смотрите, не мудрствовать. То есть, иногда вот люди в своих рассуждениях, да, в мудрствованиях своих. Они заходят далеко и вот они считают, что им можно и это, и об этом судить, и об этом судить, и этого человека судить. Не надо мудрствовать сверх того, что написано. Вот написано, да, не судите, пока Господь не придет. Все, не судите. еще есть много мест, например, опять же, в послании к римлянам, вот, главу мы вспоминали, 14 главу. В 14 главе 4 стих он говорит «Кто ты осуждающий чужого раба?» То есть этот брат или сестра это не мой раб. Это не моя собственность. Я не имею власти над ним, такой, какой имеет Господь. Кто ты осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает и будет восставлен ибо силен Бог восставить его. Смотрите, стоит он или падает. То есть мы же ревнители такие иногда бываем. Вот если человек упал, мы подойдем еще его добьем. Что ж ты наделал? Что ж ты натворил? Ах ты грешник такой сякой. Да, он упал, но он перед своим Господом упал. Не тебе его судить. Если можешь, помоги ему встать. Подай ему руку, прояви любовь. С любовью, как помните, мы тоже читали в Галатах, вы духовные исправляйте такого в духе кротости. Ты его так исправишь, что он даже не заметит, что ты его обличил. Он не почувствует себя униженным, отверженным, каким-то отброшенным, чужим. Он почувствует любовь, почувствует и как раз вот это его больше обличит, когда ты проявишь любовь. Перед своим Господом он стоит или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Бог силен восставить его. Помоги ему просто, помоги ему эту руку Божью принять и подняться, чтобы вы не мудрствовали сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. То есть вот эти мудрствования к чему приводят? Что люди начинают превозноситься один перед другим. Вот смотрите, это кстати хорошая диагностика. Как только вы начинаете ощущать, что вы над кем-то превозноситесь, это значит, что вы уже мудрствуете сверх того, что написано. Переусердствовали уже в мудрости, в премудрости. то есть вот как только ты ощутил, что ты лучше кого-то, то есть превознесся над кем-то, это значит, ты уже мудрствуешь сверх того, что написано. Ибо кто отличает тебя? Смотрите, я опять же, я не имею права превозноситься над моим братом, над моей сестрой. Я не имею права, потому что я в таком же положении перед Господом, как мой брат, моя сестра. в таком же абсолютно. То есть мы вот на одном уровне, на одной почве стоим. Никто из нас ни выше, ни ниже. Даже Павел говорит, смотрите, о себе, он говорит здесь как о служителях, апостолах, и тем не менее он говорит, чтобы мы не превозносились. Павел никогда не превозносился, будучи апостолом. Он никогда не использовал позицию апостола, чтобы превозноситься и говорить, я духовнее вас, я круче вас, я там сильнее вас или мудрее вас. Никогда он так не говорил. Ибо кто отличает тебя? Смотрите, нет у нас права превозноситься друг над другом, потому что Бог нас не отличает, то есть он не говорит, ага, ты выше, а ты ниже, вот в моих глазах, ага, так, ты мне больше нравится, ты выше, да, я тебя почитаю выше, а этого я чуть пониже, и поэтому ты имеешь право превозноситься над этим. А Павел говорит, а кто тебя отличает? Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? Вот даже ты, например, даже ты имеешь позицию пастыря, пророка, апостола, я не знаю? Ну, это что, твоя позиция, ты достиг ее, ты там заработал ее, ты там, не знаю, заслужил эту позицию? Это дар Божий. Это служение, которое тебе дал Господь, доверил Господь. Это не та позиция, где ты должен превозноситься над другими. Она тебе не для того дана, чтобы ты превозносился над другими. Что ты имеешь, чего бы не получил? Подумай, вот на самом деле. Что ты имеешь, чего бы не получил? Даже то, что ты дышишь, да? Это твоя заслуга? Просто даже то, что ты проснулся сегодня утром, это твоя заслуга? Кто-то не проснулся, а ты проснулся, благодари Бога. То есть это что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил? Что хвалишься, как будто не получил? то есть а если а если получил то почему ты хвалишься как будто ты не получила как будто это твое как будто это твое заслуженное заработанное знаете там кровью и потом да нет это тебе даровано это тебе даровано все абсолютно вот назови хоть что-то что ты что ты имеешь чего бы не получил все что ты имеешь ты получил от бога по милости по благодати но некоторые пытаются до хвалиться вот дальше например он там будет двенадцатой главе когда о дарах духовных говорить так что некоторые вот кто говорит говорят языками превозносится над теми кто не говорят то есть опять же вот а что это не дар разве это не дар дар так что что хвалишься как будто это твое собственно вот об этом об этом апостол павел здесь говорит и смотрите вот христос помните когда там своим ученикам апостолом говорит он говорит в этом мире цари царствуют и господа господствует вельможи там до господствует он но между вами да не будет так но кто кто из вас первые до будь последним кто из вас хочет быть большим стань меньше дастла встань слугой всем то есть вообще другая другой принцип взаимоотношений другой принцип как бы как себя позиционировать не 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 находить что-то что меня допустим превозносит над кем-то если у меня есть какой-то особый дар на какой-то особый талант опять же в чем моя заслуга господь спасибо тебе если ты вложил в меня это я хочу тебя прославлять этим но это не повод превозносится над братьями и сестрами я наоборот этим этим даром этим с талантом буду служить им я должен служить им чем больше ты одарен тем больше у тебя привилегия служить тем больше у тебя возможности служить своими дарами талантами и в каком-то месте во втором коринфянам сейчас я попробую быстро это найти 10 главе во втором коринфянам он говорит о некоторых людях которые хвалятся он говорит самими собой сравнивать себя с самими собой вот к сожалению это это плоская такая тенденция сравнивать себя с кем-то сравнивать вот ну там допустим не знаю приходили ли когда я думаю что приходили каждому просто как мы эти мысли развивали или 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 пытались от них освобождаться это уже другой вопрос но мы смотрим на кого-то там например кто красиво поет какой талант какой голос давал какие там музыкальные способности вот мне бы так а я не такой да а я не такой иногда выду мы наоборот иногда себя унижаем о это талантище а я там какое-то чмол и себя как бы унижаем а тот а тот может быть наоборот да талантище смотрит на тебя сверху вниз а ты на него снизу вверх то есть мы вот плотская тенденция это сравнивать себя друг с другом а вот какие у сестры какие дары а у меня таких нету зато у меня есть такие которые у нее нету я чувствую себя вроде бы то есть вот это понимаете да соперничество какое-то сравнение какие-то но это все плоти и это все кстати ну оно связано с законом потому что праведность по закону например она вот как раз была связана с диплом с делами с заслугами помните как этот фарисей в храме даю десятину из всего что приобретаю пащусь два раза в неделю не то что этот мы тогда то есть вот я заслуги у меня какие-то есть а у него нету такого те делают там блудники воры там делают зло а я этого не делаю то есть я лучше вот эта тенденция сравнивать себя и соответственно мы во первых мы всегда можем найти кого-то ну по сравнению с кем мы лучше да я тоже пример приводил да что ага этот вор убийца там кровопийца да по сравнению со своим братом он святой вот то же самое да когда когда мы сравниваем мы обязательно можем найти кого-то по сравнению с кем мы лучше но нас всегда будут огорчать те люди которые по которым по сравнению с которыми мы хуже вот вот нам всегда будет в их присутствии некомфортно мы всегда будем и избегать их или наоборот даже искать искать возможности как-то их вот унизить другими путями да вот пускай у них есть какие-то но я найду какие-то другие там возможности опустить его вот павел говорит о некоторых таких вот служителях которые хвалились вот там своей праведностью законническим своим каким-то там правильным поведением и вот он пишет второе коринфянам 10 глава 12 стих он говорит ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми которые сами себя выставляют они измеряются себя сами самими собою и сравнивать себя с собой неразумно вот он говорит о категории людей ну служители в контексте это видно что это какие-то служители да там дальше он их называет что они имеют вид апостолов христовых да то есть но он говорит смотрите что они делают он говорит они сравнивают выставляют сами себя во первых то есть они считают себя там праведными они считают себя учителями они считают себя апостолами господь их не признал апостолами господь им не доверил там учителей пророчества это не от него они себя выставили они себя выставляют написано сами они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собой то есть смотрите вот они назвали себя там апостолами и вот по их критериям они себя как бы и по собственным же критериям они и стараются вот соблюдать вот эту планку и соответственно другие для них ниже другие для них не ровень Павел говорит а мы не смеем даже так себя вести мы не смеем там себя сопоставлять или сравнивать себя с этим мы не будем себя сравнивать ни с кем и вообще что нам себя сравнивать если Павел говорит что мне без разницы что вы обо мне думаете что думают другие люди что нам себя сравнивать с кем-то вот на самом деле когда мы себя сравниваем мы сами себя унижаем дорогие поверь что ты в божьих глазах такой бриллиант другого такого не найти другого такого нет ты можешь сказать ну я мельче так не всегда самый крупный бриллиант самый дорогой иногда маленький бриллиант дороже чем большой не в размерах дело то есть если ты поймешь что ты уникальный в божьих глазах и кроме тебя другого нет такого как ты тебе не надо ни с кем себя сравнивать вот просто пойми что вот именно ты настолько уникальный и настолько драгоценный в глазах божьих что тебе не надо с кем-то сравниваться и в конце концов смотрите если нам по большому счету оценивать самих себя и оценивать друг друга за нас заплачено одна цена маленький ты бриллиант за тебя заплачена кровь Христа большой ты бриллиант за тебя заплачена кровь Христа каждый из нас куплен за одну и ту же цену что нам сравнивать как зачем нам себя сравнивать вот эти все вот эти все разговоры дам кто лучше кто хуже да кто праведнее кто неправедней это как раз вот не есть вот этот дух истины евангельской это не то павел говорит кто тебя отличает что ты имеешь чего не получил бы а если получил что хвалишься будто не получил дорогие нас отличает только господь в глазах божьих господь видит нас уникальными каждого из нас и он тебя отличает он каждому лично говорят ты моя возлюбленная дочь ты мой возлюбленный сын то есть лично каждому он это вы вы лично должны это услышать в свой адрес соответственно если вы это примете да я возлюбленная дочь божья я возлюбленный сын бога чем не себя с кем-то сравнить какая еще позиция может быть выше что ты имеешь чего бы не получил господь все что я имею это по благодати твой все доброе что моей жизни есть это все твоя милость поэтому нечем не хвалиться если я что-то получил это для того чтобы прославить твою милость чтобы проявить это тогда чтобы употребить это для того чтобы служить другим и прославлять тебя пусть господь благословит нас к пониманию этого и к практике чтобы мы это практиковали с господом